Здравствуйте! Вы смотрите Ночные новости ТВК. Я Екатерина Кашутчик. Следующие 30 минут говорим о самых главных событиях этого дня. В стране возможны новые теракты. Такое заявление сегодня вечером сделал глава Федеральной службы безопасности Александр Бортников. Также в своем выступлении он отметил недостатки работы правоохранителя, которые стали видны при расследовании теракта в метро Санкт-Петербурга. Бортников заявил, что основной костяк террористических групп сейчас составляют граждане СНГ, трудовые мигранты. Поэтому необходимо пересмотреть меры пограничного режима. С этим согласился и бывший начальник управления ФСБ по Красноярскому краю Анатолий Самков. Вот так он прокомментировал заявление Бортникова. Оно серьезное, оно самокритичное. Он все-таки директор ФСБ и говорит о специальных службах, руководит антитеррористическим центром. Ну, это, наверное, в конце концов, правду надо когда-то говорить. А так самоуспокойность, наверное, она вредит не только соответствующим сотрудникам, но и нам, как гражданам России. Я напомню, только за последний год в России сотрудниками ФСБ предотвращены 16 террористических актов, в том числе в Красноярске. Ну и новые подробности сегодня появились в происшествии с автобусом, которое произошло накануне. В новости ТВК обратился сын пенсионерки, которая попала под колеса автобуса на улице Белинского и лишилась стопы. Сын пожилой женщины рассказал, что произошло на самом деле и в каком состоянии сейчас пострадавшая. Мама пока лежит под обезболивающими препаратами. У нее отсутствует... Ну, отрезали ногу от стукни сантиметров 15-20 там. То есть пока лежит вот так. То есть она, когда выходила, рука с сумкой осталась в двери. Автобус закрыл дверь и поехал. Ее поволокло, а оно попало под колеса. Информацию о том, что женщина просто не успела выйти, ее зажало дверями, подтверждают и очевидцы. Виноватым в этом ДТП сын пострадавший считает водителя. Юрий планирует обращаться в полицию для того, чтобы виновника аварии наказали. И к самой обсуждаемой теме последних дней. Как будет выглядеть проспект Мира после капитального ремонта? Ответ на этот вопрос наконец-то дали разработчики. На сайте законодательного собрания появился предварительный план реконструкции главной улицы города. Там можно увидеть количество парковочных мест, их почти не осталось. Новые остановки, зеленые насаждения и те самые заборчики, которые вызывают больше всего возмущения у горожан. Проект в открытом доступе появился только после обсуждения этой темы в законодательном собрании края. И оказалось, что претензий к разработчикам теперь гораздо больше. Кроме заборов, которых нет на центральных улицах большинства городов мира, оказалось, что и остановочные карманы, например, запланированы там, где сейчас проезд во двор. По словам заместителя председателя ЗАГС Собрания Алексея Клешко, разработчикам необходимо внимательнее относиться к таким проектам. Что я считаю конструктивным разговором вообще в городе? Не надо обсуждать там, есть ли жизнь на Марсе. Вот подготовлен проект реконструкции мира. Вот и давайте обсуждать поквартально, предлагая жителям, вот здесь так, здесь будет вот так, здесь предлагается это. И слышать конкретную реакцию людей. Вот пока на самом деле, я так понял, разработчики не очень к этому готовы. И реконструкцию проспекта мира продолжим обсуждать вместе с вами в прямом эфире. Нравится ли вам проект, который предлагают проектировщики? Как по-вашему должна выглядеть главная улица города? И что на ней должно быть? Парковки, заборчики или только зелень? Эти же вопросы мы совсем скоро зададим и эксперту. В прямом эфире ваше мнение уже ждем на СМС-сервисе 9020 с пометкой ТВК, в группе ТВК ВКонтакте или в Вайбере, Ватсапе, Телеграме номер 8 923 1 65 45 00. Уже есть очень много мнений, я вот специально сейчас ищу мнение, которое было бы в защиту тех же заборчиков, которые обсуждают больше всего, но пока не нахожу, если вы придерживаетесь такой позиции, пишите. А пока у нас есть сообщение от Алексея, я за зеленые насаждения вдоль дорог вместо железных заборов, которые портят облик города. И вообще побольше нам деревьев, где же наш миллион? Вот такой вопрос есть, мы еще к этому вернемся. Ну а пока мы продолжаем тему проспекта Мира, нужна была помогать одним, а стала препятствием для всех. Это тактильные плитки на проспекте Мира. Напомню, специальное покрытие для слабовидящих людей начали укладывать в конце прошлого года. Зимой плитка была скрыта льдом и снегом, а с приходом весны она вообще рассыпалась. Почему в Красноярске попытка создать доступную среду для инвалидов превращается в испытание для всех жителей, узнавал Захар Письменных. Есть моменты, когда мы в прошлый раз тоже шли, и она выцвела, где-то ее слегка подломали. Степан Кузнецов, как человек позитивный, старается свой настрой сохранить и по отношению к тактильной плитке, которая должна помогать ему ориентироваться в пространстве. Он говорит слегка пообломали, про материал, который разрушен полностью, уложен с нарушениями и теперь мешает даже тем, у кого проблем со зрением нет. Специальная трость постоянно застревает, а плитка ведет в никуда. Сам Степан не строитель и говорит, что в тонкостях кладки не разбирается, но уверен, без таких направляющих многим было бы даже легче. Был небольшой момент несогласованности, поскольку и укладывать плитку начали немножечко поздновато. Я считаю, что осень, тем более, когда уже снег лежит, не самое лучшее время для этого. Лучшее для этого время наступит с приходом стабильных плюсовых температур в этом году. Почему-то в департаменте городского хозяйства поняли это только сейчас. И теперь чиновники планируют заставить подрядную организацию все переделывать за свой счет. Решили даже заранее обсудить все с теми, кому эта плитка необходима. Оказалось, что ее и укладывать нужно совсем по другому принципу. В текущем году принят немного другой подход. Теперь плитка будет укладываться только в тех местах, так называемых местах риска. Либо это где-то какой-то столб будет обрамлен плиткой. Это в обязательном порядке остановочный пункт при выходе и заходе. Это обязательно перекрестки. Это обязательно пешеходные переходы. Эта же подрядная организация из этого же материала укладывала тактильную плитку не только в центре, но и в других районах города. Это значит, что разрушится она может и там, и тогда уже перекладывать ее придется за бюджетные деньги, если это самое разрушение произойдет после окончания гарантийного срока. Захар Письменных, Владимир Антонов, новости ТВК. Едва открыли, и снова все под вопросом. Накануне появилась информация, что чартерные рейсы из России в Турцию вновь могут отменить. Об этом сообщили федеральные СМИ со ссылкой на представителей нескольких авиакомпаний. Перевозчики рассказали, что получили от Росавиации телеграммы, в них якобы сказано, что авиакомпании должны принять необходимые меры при планировании чартерных программ. Связано это со сложной внутриполитической ситуацией в Турции. Сегодня в Красноярске эксперты туристического рынка, кроме этой причины, отметили еще одну. Может быть, сейчас, скажем, вот эта информация, опять-таки, с политической подоплекой, интересна как раз нашим южным направлениям, потому что вдруг кто-то напугается Турцией и поедет в Сочи, в Крым, в Анапу. То, что сегодня неконкурентно способно по ценам с турецким направлением. Напомню, осенью 2015 года Россия уже закрывала чартерное авиасообщение с Турцией. Это произошло после того, как турецкие военные сбили российский бомбардировщик на границе Сирии. В этом году, когда Турцию вновь открыли, в красноярских турагентствах отметили активный интерес туристов к отдыху в этой стране. Сейчас перейдемся на короткую рекламу, после вернемся к теме проспекта Мира, услышим ваше мнение и мнение эксперта. Вы смотрите «Ночные новости ТВК». Мы работаем в прямом эфире и прямо сейчас обсудим заборчики и другие приметы капитального ремонта проспекта Мира. На студии известный в городе архитектор Евгений Зыков. Здравствуйте. Добрый вечер. Хочу начать с такой цитаты. Проект капитального ремонта проспекта Мира – это доказательство того, как можно выполнить все требования и сделать город ужасным. Вот такая цитата вам принадлежит. Не отказывайтесь от этих слов. Ну, еще есть такое выражение в русском языке – «Заставь дурака Богу молиться, он и лоб разобьет». Нормативы, они не обеспечивают качество городской среды. Они образуют определенные ограничения. И тут уже зависит от профессионализма проектировщика, каким образом он будет подходить к этим нормативным требованиям. Можно их выполнить и получить проект, который не будет эстетичным, не будет этичным, но тем не менее нормативы будут выполнены. Вот проектировщики, которые, к сожалению, с горожанами это не обсуждают, этот проект, ну так, за глаза, через телекамеры говорят, что ну нет у нас другого выхода, что ну не можем мы ничего сделать. Действительно это так или талантники нужны, чтобы все это сделать красиво? Ну, я все-таки не возьму на себя роль эксперта, который знает досконально все нормативы. Я могу сказать, что в архитектурной практике есть такие прецеденты, когда невозможно запроектировать здание, чтобы оно соответствовало нормативам. А заказчик хочет, чтобы были те или иные функции, те или иные вещи учтены в проекте. Тогда разрабатываются специальные технические условия для здания. И по этим специальным техническим условиям разрабатывается здание. А в специальных технических условиях прорабатываются компенсирующие мероприятия. Каким образом можно еще обеспечить безопасность и уйти от такого буквального следования нормативным требованиям. То есть и здесь у нас тоже был такой некий шанс. Вот среди предложений, которые звучат сейчас в том числе от зрителей, поставить где-то зеленые насаждения внутри которых, может быть, какие-то там ограждения, еще что-то. Вот такие меры вы имеете в виду, то, что может быть компенсирующим? Ну, в том числе и это. И я думаю, что тут позиция ГИБДД тоже может быть, наверное, не такой непреклонной. Сейчас они говорят о том, что порядка 7% они добиваются снижения смертности на участках, где присутствуют такие ограждения. С одной стороны, как бы это, наверное, антигуманно говорить о том, что давайте мы не будем принимать такую информацию во внимание. Но с другой стороны, вот если бы они сказали, что мы уже перепробовали все другие варианты, были проведены исследования, каким образом влияют другие методы, тогда можно было бы к этому аргументу прислушаться полностью. Но если у нас на дорогах нет дорожной разметки, мы говорим о том, что должны быть заборы. Я думаю, что отсутствие дорожной разметки большую опасность человеческим жизням предоставляет, чем отсутствие этих ограждений. Ну и мы не первый, не единственный город, который имеет проблему с аварийностью и который подчиняется ГОСТам. Они действуют по всей стране. Ваш экспертный взгляд на то, что происходит, возможно, в других городах, но везде ли есть эти заборчики? Потому что люди, которые путешествуют и пишут нам в эфир, говорят, что дикость это какая-то. Ну да, в Красноярске, к сожалению, заборов чудовищное количество. Я вот к вашей студии, когда подъезжал, посчитал, сколько рядов забора. Это между зданием, в котором находится ваша студия, и улицей Копылова. Три ряда заборов. Ну насколько они, наверное, уже такой предсказуемый вопрос, но эстетичный. Может, администрация же предлагает выбрать тот орнамент, который будет. Там есть хоть какой-нибудь шанс сделать это более-менее прилично? Или сама идея, она уже в корне неверна? Ну, вообще, я могу сказать, что самый правильный механизм — это открытый конкурс. Открытое ключевое слово, наверное. И кто предлагал эти многочисленные варианты, мне непонятно, потому что эти орнаменты, они мало чем друг от друга отличаются. Спасибо вам большое за этот разговор. Евгений Зыков, известный архитектор, сегодня был у нас в гостях. Говорили о том, что будет происходить на проспекте мира. Сейчас-то одна из самых обсуждаемых тем. Ну а другие темы, которые активно комментируют пользователи в социальных сетях, сейчас будем обсуждать в рубрике «Блокпост». Чем отличились чиновники за этот день, в том числе краевой министр Елена Мироненко, обо всем расскажет Татьяна Стрельцова. Давайте начнем с министра Мироненко. За культуру дорожного движения, точнее, за ее отсутствие, Мироненко получила штраф. Началось все так. В своем инстаграме Елена Николаевна выложила видео, где она в автомобиле с известным музыкантом Вадимом Репиным едет, разговаривает и, в общем, анонсирует мероприятие. Подписчики министра заметили, что все это они делают непристегнутыми. Один из пользователей написал вполне реальное заявление в ГИБДД. Елену Мироненко и ее спутника оштрафовали на 500 рублей, а водителя авто на 1000. Позже Мироненко написала все в том же инстаграм. «Рада, что так внимательно следите за моей жизнью и тратите свое личное время на заявление в ГИБДД». И добавила, что штраф уже оплатила. И не только наши чиновники отличаются как нарушители ПДД. В Москве, правда, уже экс-министр Архангельска устроил гонки по торговому центру на Феррари. Элитная иномарка носилась по коридорам здания, при этом водитель дрифтовал и совершал опасные маневры. Его попытались остановить сотрудники охраны, удалось им это только спустя 20 минут. Какое наказание он понесет, пока неизвестно. Но не все чиновники у нас получают наказание, некоторые принимают благодарности. Например, от Лолиты Милявской. Это я сейчас про Мизулину. С певицей они встретились на концерте в Сибири, а точнее в Омске. Мизулина вышла к исполнительнице подарить букет. Лолита приняла цветы и встала на колени перед сенатором. Начала выражать ей слова благодарности. Процитирую то, что сказано было в микрофон. Вы знаете, вот эта очень хрупкая, красивая женщина есть доказательство одной фразы. Один в поле воин. Кстати, еще одна новость и еще одна героиня эти слова подтверждают. Это будущая знаменитость из Хакассии, пенсионерка, которая сейчас покоряет Ютуб. Она снимает шуточные ролики со спецэффектами, в которых скачет на лошади и рассказывает анекдоты, сидя верхом на комете. Зовут женщину Татьяна Суботина, и уже сейчас у нее несколько тысяч подписчиков. На этом у меня все. Прервемся на небольшую рекламу. После у нас еще новости экологии, поговорим о состоянии воздуха и про питьевую воду тоже. Вы смотрите Ночные новости ТВК. Обсуждаем мы сегодня капитальный ремонт проспекта Мира. И среди множества мнений у нас появились две зрительницы, которые готовы отстаивать заборчики. Вот есть такое мнение, что заборчики нужно ставить и вообще нужно убирать парковку на Мира, узкая дорога из-за припаркованных машин. Но проблема в том, что если убрать все парковочные места, то люди как раз таки будут парковаться, как это делают сейчас, за недостатком мест на одной из полос. И пешеходные ограждения нужны вместо всех вот этих предложений, пишет нам Юлия, как ни крути, это безопасность. Вот такие мнения тоже есть. Но прямо сейчас переходим к теме экологии. За загрязнение воздуха впервые оштрафован автобус, а точнее его владелец. Суд над перевозчиком состоялся по инициативе природоохранной прокуратуры, и это прецедент в Красноярске. Чадящий автобус заметили инспекторы во время очередной проверки. Наружителем стала компания ООО «Экипаж ГЛ». Как заявили в руководстве фирмы, их автобусы регулярно проверяются, и даже тот самый автобус вышел в рейс в исправном состоянии. Но во время поездки якобы случилась поломка. Во время движения там сломался регулировочный винт в двигателе топливной аппаратуры, и поэтому стала пришла концентрация ухлотных газов. Вот и все. То есть вечером оно заехалось, это было устранено. А так ухлотные газы на этом автобусе, типа автобус выходит вверх, то есть стоит глушитель, выхлотная труба на крыше автобуса. Естественно, вы даже зеркало не мог увидеть. А вот чем мы с вами дышали последние 7 дней, в том числе благодаря таким автобусам, расскажем в рубрике «Экология». Юлия Афанасьева подготовила подробный анализ. Жители Черемушек дышали диоксидом азота. Концентрация этого вещества была превышена в полтора раза. Диоксид азота – это газ, который образуется в результате сжигания топлива и относится ко второму классу опасности. Но что касается прошлой недели, то в четверг в Ленинском районе и микрорайоне Северный была превышенная концентрация взвешенных веществ. В Северном – почти в три раза выше положенного. Ну и сейчас подробнее о взвешенных веществах. Взвешенные вещества – твердые или жидкие частицы, представляющие смесь пыли, золы, сажи, дыма, нитратов и других веществ, которые находятся во взвешенном состоянии в воздухе, относятся к третьему классу опасности. Ну и кроме этого, в микрорайоне, в железнодорожном районе была превышенная концентрация гидрофторида. Как говорят эксперты, основной источник загрязнения – это алюминиевая промышленность, это газ, и он относится к высокоопасным веществам. Также, кроме этого, была превышенная концентрация в трех микрорайонах диоксида азота. Подробнее – это Северный микрорайон, Солнечный и Черемушки. Но самое заметное превышение было в Черемушках в четыре раза выше допустимого. Еще раз напомню, что диоксида азота – это газ, который образуется в результате сжигания топлива. И вот накануне эксперты обсудили вопросы создания новой системы мониторинга за качеством атмосферного воздуха в городе. А именно, появится сайт, где будут объединены данные в федеральной и региональной сети наблюдения. Он будет представлен на Красноярском экономическом форуме. Будет представлена новая модель интернет-ресурса, которая объединит данные системы мониторинга по состоянию атмосферного воздуха в городе Красноярске. То есть данные Министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края и Среднесибирского ОГМС. Там будет это представлено в виде карты города интерактивной, на которой будут отображаться данные, поступающие как от федеральных и территориальных сетей наблюдения, а также от постов наблюдения, расположенных в зоне действующих крупных промышленных предприятий. И эта информация на карте будет отображаться в режиме онлайн. Но я напомню, что сообщать о загрязнении красноярцы могут по круглосуточной горячей линии Минприроды. Это 211-46-11. Питьевую воду из бутылок сегодня проверили на качество. Для тестирования выбрали 13 образцов известных марок. Несмотря на то, что это лишь один из этапов масштабного исследования, у экспертов уже много замечаний к бутилированной жидкости. Виктория Столярова продолжит тему. Из образца номер 4 мы надевали 500 миллилитров воды в лабораторную стакан и добавляли в чайник. Третьекурсники торгового института, казалось бы, собрались на чаепитие. Но белые халаты и лабораторные стаканы говорят о том, что это масштабное исследование. Сегодня юные эксперты проверяют воду, а чтобы выявить идеальные показатели питьевой жидкости, говорит Анастасия, надо сначала ее вскипятить и заварить чай. Идеальная вода, она называется мягкой, которая содержит небольшое количество минеральных веществ. И она должна быть очищена и отфильтрована. И тогда не будет на поверхности каких-либо отклонений и дефектов. Для проверки было закуплено 13 образцов известных марок воды производителей из Красноярского и Алтайского краев, Москвы, Омска, Иркутска и Республики Казахстан. Питьевую жидкость из бутылок студенты проверяют на потребительские качества. Это прозрачность, интенсивность, однородность и осадки. Их определяют после добавления сливок. Проверить воду на качество можно и в домашних условиях. Достаточно лишь в чашку с чаем добавить немного сливок. После соединения с белком в нем не должны образоваться вот такая пленка и хлопья. Именно такие примеси и появились в образце номер 12. Образование таких пленок говорит о том, что в воде большое количество минеральных солей. И если для обычного употребления это норма, то в бытовых целях для заваривания чая или готовки такую воду лучше не использовать, говорят специалисты. Когда у нас вода имеет жесткость выше, чем чай может принять, то тогда появляются такие негативные моменты, как, во-первых, снижается экстрактивность самого напитка. Это говорит о чем? Мы должны больше положить для заварки чая, и мы получим чай с более приглушенным вкусом. После проверки результаты вносят в специальный оценочный лист. По каждому показателю ставят от 1 до 5 баллов. Чем выше оценка, тем лучше качество воды. Потом все результаты передадут в Центр стандартизации, и только после исследования профессионалов будет составлен рейтинг бутилированной жидкости. И станут известны названия напитков. Результаты пообещали огласить уже 19 апреля. Виктория Столирова, Николай Чистяков, Новости ТВК. И мы готовы подвести итоги обсуждения капитального ремонта проспекта Мира. Есть вот такое интересное замечание от наших зрителей. Не дорос еще наш народ, до кустарников полезут люди все равно через кусты. Это опасно. Вот хотелось бы все-таки, чтобы дорос Красноярск, да, не заборчиков, а каких-то цивилизованных мер все-таки и безопасность обеспечить, и эстетическое наслаждение горожанам тоже сохранить. На этом мы заканчиваем обсуждение. Прямо сейчас информация о погоде. На этом выпуск подошел к концу, но информационная служба ТВК продолжает свою работу. Увидимся с вами уже завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова